Итак, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И чего бы мне, господа, сегодня хотелось начать? Смотрите, ну, как я и говорил, да, что ситуация непосредственно с геополитикой, а именно ситуация с ситуацией рано-израильским конфликтом, а также, естественно, с российским, собственно говоря, фактором, это прорыв в Курской области, вот эти два фактора, которые могли, конечно же, в выходные, собственно говоря, активно начать развиваться и в итоге привести к определенным воздействиям на следующую неделю. Ну, так оно, в принципе, и получилось. Иран-израильский конфликт, правда, не в итоге вышел в какую-то серьезную стадию, то есть мы увидели, что там были кое-какие заявления, были кое-какие такие локальные стычки, то есть Израиль нанес еще несколько ударов по сектору газа, уничтожил много детей, уничтожил целую поликлинику практически, там, школу, в общем, нанес опять удар, собственно говоря, очередного геноцида, вот, и, собственно, пока вот эта пауза идет между Ираном и Израильским конфликтом, да, имею в виду именно ответы Ирана, как бы продолжает действовать как мировой преступник и продолжает уничтожать мирное население. Конкретно Иран пока не ответил, но там идут интересные тоже события, там, во-первых, ну, Хизбалла нанесла какие-то частичные удары, и непосредственно, конечно, пошла информация, что там, собственно говоря, передаются иранские ракеты российским войскам, соответственно, обратно также, как говорится, от российских войск тоже переходит там иранские, ирановое вооружение определенного рода, да, вот, и также непосредственно Хизбалла получает новые вооружения, там они демонстрировали новые полученные ракетные установки, то есть я думаю, что там как бы готовится абсолютно, как я и говорил ранее, абсолютно продуманный, абсолютно, как говорится, не краткосрочный, серьезный, не даже не удар, а, скорее всего, фактически начало военных действий, поэтому здесь пока мы на этом треке не получили таких серьезных каких-то изменений, а вот ситуация с Курской областью и конкретно ситуация с СВО, как я и говорил, поменялась достаточно серьезно, во-первых, как я вас также предупреждал, я вам говорил, что такое вполне реально, пока, как бы, окончательная фаза не закончилась, то есть мы пока не поменяли сам статус полностью всей операции, но режим КТО, как я и предупреждал, в итоге был введен, конечно, не статус самой операции в КТО пока еще не перешел, и это тоже определенным образом, конечно, еще пока оставляет определенный, скажем так, маневр, но в целом введение КТО, оно фактически говорит о том, что не будет никаких больше переговоров, потому что КТО, как я уже говорил, не будет вестись никаких переговоров с террористами, также 404 признана террористами, и по факту получается, что, естественно, вся верхушка, управляющая 404, она является уже не, как бы, надо понимать, да, что как только поменяется весь статус, пока мы увидели непосредственно в определенных зонах, ну, довольно обширные, там, три области, считай, да, это, как говорится, за всю историю непосредственно контртеррористических операций, скажем так, в истории именно новой России, впервые вот именно такое большое количество, как говорится, областей было введено, вот, и, естественно, как я уже сказал, именно в контртеррористической операции всегда есть цель, да, и она, естественно, борьба с терроризмом, а террористы признаны ВСУ по одной простой причине, при том, еще раз говорю, операция проводилась на самом деле не ВСУ, ВСУ были только, естественно, подразделения прикрытия, на самом деле там все натовское, натовское вооружение, натовская координация, я вам сейчас покажу вот ролик, который, собственно говоря, естественно, мы сейчас перейдем к прогнозу валюты, я вам больше скажу, даже официальный курс у нас, смотрите, еще больше пошел на ослабление, что и требовалось доказать, то есть это уже 10 число, это за субботу, вот за пятницу мы видели, это был 86,50, мы с вами говорили, да, а уже непосредственно в субботу он уже был 88, официальный курс, поэтому, естественно, все эти события связаны, как я говорил неоднократно, да, и я просто хочу вам показать один ролик, да, который сегодня уже, так сказать, был опубликован, для того, чтобы полное было понимание, на самом деле, кто реально и что делает. Вот такие крутые ребята, достаточно такие, экипированные, серьезные, я так понял, что это иностранцевые, частью своей, значит, оружие М-16, все же такое, вот смотрите, еще раз, и Мердер М-113, как говорится, один пикар, это наша совместная работа спецназа Ахмад, со второй взглядой спецназа, ну и личная пикарда, которая у нас тоже, как говорится, непосредственно на этом участке действует, вот, и подразделения, одни только мы на этом одном участке подожгли такое количество техники за сегодня, уничтожено, действительно, да, он еще на другом уже, в принципе, потихоньку стабилизируется, потому что кто из них по национальности является тем. Поэтому, значит, оружие М-16, вот, слушайте, крутые ребята, достаточно такие, экипированные, серьезные, я так понял, что это иностранцевые, частью своей, значит, оружие М-16, все же такое, ну, как-никак, мы-то не выбираем, кто из них по национальности. Слышали, да? Иностранцы. В основном иностранцы. Дальше Абтюлудинов тоже говорит о том, что эта координация, естественно, проводилась НАТО, тут просто ролик такой длинный. Таким образом, уже двигается, да, в полосе. Так как уже остановленные сейчас, и непосредственно под контролем Америки и Англии, где-то его выбивают, уничтожают, но эта работа... Вот, слушайте внимательно. Получается, что террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блокно-натон, значит, и непосредственно под контролем Америки и Англии, так называемый «близ-крик», «близ-крик» просроченного Зеленского, я могу констатировать, что уже и не удалось. так как уже остановленные сейчас силы, не в состоянии таким образом уже двигаться дальше. Да, нам теперь придется потихоньку уже останавливать и на других участках, уничтожать, ну и, понятное дело, и возвращать границу на место, и не только границу, потому что завершится это все тем, как я уже говорил ранее, что Украина падет. Так что, друзья, всех, как и раньше, могу попросить. Кто молится, молитесь. Каждого молитва из вас для нас очень нужна. Болейте за свою страну, болейте за свой народ, болейте за то, что они способны нам, Богом, потому что это наша с вами святая во священная война, которая в конечном итоге должна привести нас к победе на войском Антихриста Даджая. Так что, всем вам желаю хорошего настроения. Даст Бог. У нас вообще нет никаких сомнений, потому что мы победим. Победим мы однозначно. Ну и, естественно, что эта победа нам будет дана Богом за наше спокойствие и усилие и усилие во благо Его. Ахват сила России. Ну вот, господа, да, здесь самый главный был момент того, что Аптилудинов сказал о том, что здесь иностранцы, ровно то, о чем я вам каждый раз говорил, что это НАТОвская операция абсолютно, и что, естественно, проводится она тоже полностью под контролем НАТО, естественно, под контролем США. Более того, смотрите, вся реакция, которая шла в информационном поле на иностранных источниках, источниках, да, она говорит только об одном, что они избрали абсолютно, абсолютно, как говорится, ожидаемую стратегию, как они это делали неоднократно, а именно, вначале полное молчание, потом, собственно говоря, в зависимости от того, как будет проходить эта операция, если она, как говорится, в итоге вышла очень серьезный успех, то они бы сразу заявили, что это НАТОвская операция. Сразу бы признали, сказали, да, это вот мы такие красавцы, вот как раз мы показали, Россия слабая и так далее, если вот действовать по типу по НАТОвским, как говорится, шаблонам и так далее, то все как бы получится, да, а если будет провал, это все инициатива ВСУ. Все. Тут абсолютно беспроигрышная позиция, производится, естественно, это все НАТОвскими подразделениями, поляками, там, британцами, всевозможными, там, как говорится, прибалтами, там, еще кто угодно, там, их там сейчас просто фаршируют на мясо, и поэтому, собственно говоря, разбирать, кто там из них, кто, по большому счету, не особо интересно, если только взять, конечно, в плен и конкретно прямо эти хари предоставить, так сказать, для того, чтобы доказать стопроцентно, что это НАТОвская операция. Это первый момент. Во второй момент, господа, смотрите, это тоже определенные дает сигналы, это, конечно же, Белоруссия, потому что, как только было заявлено о том, что Белоруссия начинает переброску своих войск, и, собственно говоря, ракетные войска идут непосредственно к границе, притом, обратите внимание, там как раз была информация о том, что, в принципе, якобы ВСУ могли уйти со стороны киевской стороны, и, собственно говоря, типа обнажить там эти участки. Но там также НАТО стоит, там также стоит НАТО, мы уже говорили об этом, что они будут защищать именно западную часть, да, мы об этом тоже говорили. Все абсолютно идет, как вот мы с вами тогда еще рассуждали на эту тему. И, собственно говоря, ситуация какая? Если Белоруссия пришла в движение, сегодня уже пошла информация, что там и танки пошли тоже, да, то есть, по сути, начинается непосредственно участие, да, то есть уже близко к тому, что может начаться конкретно. Вот видите, Министерство обороны Белоруссии сообщает о переброске танковых подразделений к украинской границе для усиления корпировки войск, да. Один из механизированных соединений приведен в полную боеготовность для выполнения поставных задач. И ранние силы Белоруссии уже усилили позиции на Гомельском и Мозорском направлении, да. Я вам скажу так, это все сигналы. И сигналы эти очень серьезные. Потому что, на самом деле, переброска белорусских войск, это говорит о том, что Белоруссия может вступить в конфликт. А мы прекрасно знаем, что у нас был прям буквально накануне, не так давно, но с Путиным вместе с Лукашенко подписали договор о коллективной безопасности, который четко говорит о том, что нападение на одного фактически является нападением на обоих. Все. И вот в этой ситуации, если уже задействуется непосредственно действие Белоруссии, вспомним, когда возникали все любые события, связанные с СВО, и они проходили в рамках ДНР, ЛНР, то есть на тех территориях, да, никогда Белоруссия не заявляла о том, что она готова вступить в боевые действия. Она всегда говорила о том, что мы этого делать не будем, Россия там сама справляется, но мы как бы себя в обиду не дадим. Вот такой был посыл. Никогда не было такого, что Белоруссия приводила свои конкретно силы, кроме как вот там учения и так далее, для того, чтобы непосредственно их задействовать в рамках этого конфликта. Вот это очень важный момент. Сейчас картина поменялась. Белоруссия вступает фактически, да, то есть по крайней мере дает сигнал о том, что она может в любой момент вступить в боевые действия. И это подтверждает тот факт, что мы рассматриваем это однозначно. Это война, и на нас напали. Вот это очень важно. Потому что, еще раз говорю, статус операции, он фактически может поменяться. Как я уже сказал, естественно, ждем теперь выступления Путина, соответственно, с посланием, как говорится, нации. Это стопроцентно тоже будет. Как я уже сказал, за выходные должны были, как говорится, появиться какие-то признаки либо стабилизации. Вчера там была вообще паника, потому что на это непосредственно, фактически, на белое, да, по-моему, или беловое, как он там называется, короче, пошли тоже якобы наступления. И при том, смотрите, я вам покажу, просто ради интереса, чтобы вы понимали, как, в принципе, шли даже вбросы по информации, да, на Беловском, да, районе. Вот смотрите, вначале пришла информация, мы быстро, правда, ее тоже перепроверяли, и тут же, как говорится, заменяли, вот смотрите, ну как заменяли, в плане того, что на самом деле подтверждений этому не было. Вот смотрите, вот здесь прямо была эта информация. Вот, противник в данный момент пытается прорвать государственную границу в районе села Колотиловка Красноярского района Белгородской области идут боестолкновения, а в Курской области в Беловском районе замечены большие силы врага, включая бронетехнику и большое количество живой силы, двигаются в разных направлениях. Прямо сейчас идут бои у села Белого, да, работают танки врага и так далее. И тут же уже приходила информация о том, что на самом деле прорыв этот это не такой уж прорыв, что это на самом деле только заход ДРГ там и так далее, да, и вот уже там о новом прорыве в Курской области, как сразу написали наши ветераны там спецназа, да, никакого огромного масштабного прорыва в Беловском районе нет, по последним данным была атака бронегруппы при поддержке танка и огня артиллерии. Ну, в общем, не буду я все читать, эта информация менялась прям постоянно, мы, естественно, за всем этим следили, потому что мы прекрасно понимали, что все это звенья одной цепочки, естественно, все это будет потом отражаться и на курсе, и на рынках, и так далее. Кстати, американские рынки все это игнорят, вот если сейчас смотреть, например, непосредственно всю аналитику, которую они там выкладывают, все, так сказать, ожидания по рынку, и так далее, никто ничего вообще никаким образом не закладывает риски по ситуации непосредственно в России, да. Кстати, смотрите, тоже интересный момент, в протестах против добычи лития в Сербии в субботу участвовали от 24 до 27 тысяч человек, произошли серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер, глава сербского и вице-дачич, да, и он также отметил, что центральный железнодорожный вокзал Белгорода блокировали по сценарию цветных революций. И это, господа, ровно то, о чем я вам говорил, что сатанисты, а вы слышали, да, Птилу Динович, он сказал тоже, что мы воюем с сатанистами, с антихристом. Это не метафизическое как бы понимание, это реальный факт, реальный факт. Мы воюем с сатанистами. И здесь, собственно говоря, ситуация банально простая, да. Мы говорили, что эти сатанисты, Ротшида-Рокфельская отродья, они будут поджигать сейчас по всему миру. Я вам говорил, что вот этот управляемый хаос, он будет, собственно говоря, возникать по всему миру. Потому что долларовая система уже скоро брикс, да, и, соответственно, вероятность того, что все-таки будет введен механизм, который пойдет в обход долларовой системы, естественно, доллар надо поддерживать военным путем. Все, вот, пожалуйста, эти все события, естественно, абсолютно взаимосвязаны. И я вам говорил, что это, безусловно, фактор ослабления рубля. Вот то, что мы увидели уже по официальному курсу в субботу. Дальше сейчас будем с вами разбираться. Но, чтобы вы понимали, что первая ситуация с Курской областью пока вроде бы приходит в стабилизацию, да, и, соответственно, как там уже, как говорится, будет уже выступать Путин, скорее всего, как я его говорил, там было два сценария, да. Первый сценарий, то, что, как говорится, мы побеждаем, мы остановили, там стабилизировали, и, соответственно, там все понесут наказание, да. Второй вариант, типа, мы не стабилизировали, но все поведут наказание, удары будут туда-то, туда-то, и так далее, нация сплотится, и так далее. Вот сейчас мы идем как раз, и, скорее всего, я думаю, что именно Путин до этого и не выступал, потому что ждали вот этой стабилизации фронта. Сейчас стабилизация фронта что вроде бы как происходит, но не конкретно фронта, а я имею в виду именно ситуацию в Курской области этой, да, то есть приостановить вот этот прорыв дальнейший. Фактически мы получили, можно сказать, опять исторические события, которые вот, что во Втором мировой Курская дуга была, да, и они пытались, соответственно, к Москве прорваться. Здесь то же самое происходит. Мы просто прямо вот переместились во времени, все происходит практически, опять же, то же самое, только теперь это натовские войска, которые, соответственно, опять не оставляют желания показать, что они могут победить Россию. И вот в данный момент, еще раз говорю, это натовские подразделения, неважно, что там показывают каких-то пленных в СУшниках, которые там набрали всякую массовку в виде всяких там, как говорится, зэков, были, конечно, и спецподразделения, об этом тоже мы знаем, но набрали именно тех, которые там, сказать, обеспечивали вот это прикрытие, что якобы это не натовские войска, и, соответственно, им там было даже, многие там признавались, и вообще информация шла, что им там разрешили полностью мародерствовать, убивать, насиловать и так далее, и вот поэтому, типа, им за это ничего не будет. Вот с такими мотивациями, собственно говоря, их и запускали. Поэтому это, естественно, террористы, естественно, как мы понимаем, КТО, как я вам и сказал, что его в итоге будут приняты вот этот режим. Единственное, что, еще раз говорю, я говорил конкретно о смене полностью всей операции, которая будет называться уже не СВО, а там КТО или объявление войны, да. На данный момент вот первые этапы прошли, пока всю операцию не поменяли, но надо учитывать, что и ситуация в Судже пока, да. Там, как бы, ситуация в Судже, а это, прежде всего, поставки газа, они, как бы, имели колоссальное значение, потому что для того, чтобы менять непосредственно сам статус операции, это надо отказываться от транзита по, как говорится, территории 404, да. А теперь, кстати, можно уже просто официально называть ее 404-й, по одной простой причине, больше ее не будет. Это абсолютно точно, потому что эта страна, признанная террористом по факту, потому что КТО проводится конкретно против террористов, а, как говорится, терроризм, который совершает, совершает, прежде всего, ну, как бы, по официальным источникам, это ВСУ, да, то есть это конкретно 404-я. Здесь уже не будет никаких переговоров, все, с террористами никаких переговоров не ведется. Соответственно, дальше только, как говорится, решение дальнейшее, прежде всего, военный путем, и все, по-другому никак. И обратите внимание, если вы на карту посмотрите, вчерашний вот этот прорыв, мы вот эту карту сами, как говорится, немножко тут рисовали, чтобы понять примерно, что происходит. Вот смотрите, вот была Курская область, да, и вот здесь они, собственно говоря, заходили. И вот он, город Суджи, да, который, вот, собственно говоря, оказался практически там в полуокружении, когда это с пятницы на субботу все это было. А непосредственно прорыв вот этого белого, да, это вот как раз в обход Суджи. То есть, грубо говоря, они пытались взять его в окружение, прежде всего, для того, чтобы, соответственно, все-таки его, я так понимаю, захватить и удержать. Пока, еще раз говорю, информация очень сильно разнится, что там происходит, но факт остается фактом, что в данной ситуации пока есть информация, что вроде бы, по крайней мере, это продвижение приостановлено. И также, я говорю, заявление Аптилу Удинова, это тоже как бы дает определенные сигналы на этот счет. Ну, а дальше, господа, естественно, вся эта ситуация у нас продолжалась с развитием. Там вот ВВС Израиля нанесли новый удар по сектору газа. Потом также еще была ситуация непосредственно связанная с тем, что, как говорится, хуситы там тоже атаковали. Потом, смотрите, Ирак и США могут в ближайшее время сделать совместное заявление о планируемом выводе из страны с 2025 года сил международной коалиции, сообщило тоже иранское агентство. То есть, на самом деле, тут как бы события определенные тоже складывались. Но есть еще одно заявление, господа, которое касается конкретно рубля. Смотрите. Центробанк Российской Федерации может повысить ключевую ставку до 20%. И выше, если останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Среди других причин он назвал дополнительные проинфляционные риски. Ну и, собственно говоря, эта ситуация, которая сейчас происходит в Курске, господа, это тоже тот самый риск, который, собственно говоря, может и в дальнейшем тоже повлиять на ситуацию, как я уже сказал, ослабление рубля и, в том числе, инфляционного. Потому что, естественно, это потребует дополнительные ресурсы, дополнительное создание новых дополнительных подразделений. Эти подразделения обеспечения, соответственно, вооружения, амбудирования. Естественно, все это надо будет оплачивать зарплаты, контракты и так далее. Поэтому, безусловно, это тоже определенные, как говорится, будут нести нагрузки по бюджету. И, как я вам сказал, смотрите, вот сейчас реализовывается, судя по всему, все-таки мой сценарий, про который я вам говорил до этого, да, и говорил, посмотрим, осуществится ли, нет. Я потому что допускал, что, может быть, окажусь неправым. Смотрите, повышаем ставки, девальвируем рубль. Что, в принципе, сейчас и происходит. Смотрите, у нас официальный курс просто пошел на восхождение. При том, что заявления идут о повышении ставки. То есть, казалось бы, да, как обычно, там, как говорится, 99% YouTube-каналов, они же что вещают всегда? Они же выучили только одно, да, что если ставку поднимают, значит, типа рубль укрепляется. И думают, что так все и работает. А нет, все работает не так. А ровно то, что я вам и сказал. Курс и, собственно говоря, ставка абсолютно не взаимосвязаны напрямую. Абсолютно. Косвенно, да, это может приводить, там, в рамках запущенных процессов, там, в итоге, как говорится, укреплению рубля, да. Но, в целом, это никак не взаимосвязано. По факту, все равно, это Центробанк выставит тот курс, который надо. И, собственно говоря, в итоге, как говорится, он может быть гораздо слабее. И компенсировать это ставкой. Как раз, потому что ставка как раз что делает? Она борется с инфляцией. Прежде всего, она борется с инфляцией. И вот именно борьба с инфляцией, как нам сейчас, как говорится, вот эти сигналы поступают, и рост проинфляционных рисков, это говорит о том, что будут печатать. Потому что, еще раз говорю, доходы упали с точки зрения нефтегаза. Цены, собственно говоря, по экспортной выручке падают. Мы видим, что и нефть достаточно сильно свалили, да. Поэтому, естественно, это тот самый сценарий, как я вам говорил, именно нефтяных потолков, в котором мы были. И, в итоге, это привело к ослаблению рубля. Теперь смотрите, господа, дальше. Значит, ситуация, как я уже сказал, с СВО, а оно фактически уже война, можно просто уже фактически это называть реально войной. И это война уже с НАТО, как я тоже об этом уже вам говорил. Естественно, эти сюрпризы еще впереди могут всякие появляться. Мы знаем, что начиналось там это наступление было тысячу человек, в итоге выросло до 10 тысяч. И там подкрепления еще могут пребывать. И, как мы понимаем, естественно, НАТО тоже от этого не уйдет. Они уже четко в итоге подтвердили, что они поддерживают эту операцию, да. Непосредственно, естественно, они остаются в стороне, что якобы это не они. Но поддерживать они поддерживают. То есть, они согласны, что да, надо так проводить. И, собственно говоря, вот сейчас я вам тоже покажу. Вот смотрите, ведущие союзники 404-й одобрили вторжение. Вторжение, внимание. И, собственно говоря, вторжение на Курск, да. Пентагон заявил, что этот шаг соответствует политике Вашингтона. Да это они и делают, еще раз говорю. Это делают они. В отношении использования оружия, поставляемого в США. Видите, они прикрываются, что там они только типа оружие поставляют. Все это фуфло. Там эти сатанисты в чистом виде, в виде якобы наемников, на самом деле это регулярные войска, присутствуют. И это абсолютно точно. Поставляемого в США в то время, как ЕС заявила, что 404-й имеет законное право на самобороны, в том числе путем атак на территорию России. Потому что все это делают они, еще раз говорю. Это все заявление о том, что они имеют это право делать, но они считают, что они останутся в стороне. Нет, этого не будет. Дальнейшие события сейчас покажут, что будет дальше. И какие после этого будут наноситься дальнейшие удары. Еще раз говорю, по факту КТО развязывает руки уничтожения банковой. Просто можно уничтожать уже бункера, где там пытается скрыться Зеленский. Он наверняка вообще там не находится. Его наверняка там британцы хоронят по своим подвалам. Поэтому он скорее всего даже не на территории Украины. Это с большой вероятностью. Всевозможные там ермаки, всевозможные подоляки. Это все уже законные цели террористические, которые соответственно подлежат уничтожению. И по факту уже руки развязаны. Потому что КТО, а значит соответственно уничтожение террористов. Потому что большая разница. Когда до этого мы признавали, что есть такая страна, которая была 404, которую в свое время сами создали. И собственно говоря, наделили ее определенными государственными признаками. То есть там флаг, печать и так далее. Соответственно наличие президента, которого мы признавали. Теперь по факту президент просроченный. Мало того просроченный террорист. Соответственно все, кто, как говорится, в его верхушке, это все верхушка террористов. И соответственно это законные цели, как это было например в Ираке, когда там была колода карта, которую США уничтожала там. По факту все, развязаны руки. Можно теперь уничтожать и банковую, и все там рады, фигады и прочее. Все это можно уже в принципе выносить. И ситуация, соответственно, с Белоруссией говорит о том, что новый, как говорится, заход со стороны Белоруссии тоже не исключен в сторону Киева. Абсолютно. И соответственно та ракетная, как говорится, армия, которая была передвинута со стороны Белоруссии, она безусловно имеет достаточно мощную на самом деле группировку. Плюс вот эти полонезы, они имеют достаточно глубоко, скажем так, в территорию Киева могут наносить удары. И в принципе там все сравнять с землей. Понятное дело, что по населению гражданскому никто, как говорится, наносить ударов не будет. Это все ясно. Но вот тот США, британский там и так далее контингент, который натовский вокруг стоит, его там можно вынести легко и просто. Поэтому в принципе здесь как бы вот эти все дальнейшие планы, они наверняка сейчас уже на, как говорится, столе. Путин тогда созывал вот этот вот совет безопасности. После этого мы видели, как раз было введено режим КТО. И это только начало. Это только начало. Поэтому, естественно, все эти события пока тот же американский рынок в себя не включает. Но как только начнутся события развиваться по другому сценарию, и как только начнут выноситься непосредственно даже подразделения, находящиеся рядом с Киевом, и если, например, в итоге Белоруссия вступит в боевые действия, пока, пока на данный момент, да, пока вот это событие, скажем так, вроде как идет информация о стабилизации, может этого пока и не происходить. Но это вопрос времени. Во-первых, подкрепления там пытаются перебрасывать, да, их там сжигают, уничтожают, но все равно, как бы как ни крути, группировка там достаточно была серьезная. Еще раз говорю, около 10 тысяч, это вот была уже наращена, и там неизвестно, сколько еще подкреплений будет подходить, да. Так что наблюдаем. Естественно, этот черный лебедь у нас все время теперь находится, в любой момент он может реализоваться. И в этой ситуации это, естественно, и ослабляющий фактор для рубля, и, естественно, это может отразиться в итоге на рынках. Притом на рынках это может отразиться очень колоссально серьезно, по одной простой причине, потому что они это сейчас не закладывают. Пока вот эти риски они не закладывают. И считают, соответственно, что там ничего не будет. Либо они уверены, что они там что-то могут победить, либо они думают, что это как бы не приведет сильной эскалации, и, соответственно, Россия не ответит. Но пока они это как бы игнорируют. Но это все, господа, большая ошибка. Потому что впереди события грядут с совершенно другого уровня. И мы посмотрим, как это еще и в итоге с ирано-израильским конфликтом сойдется в точках. Вот это тоже посмотрим. Ну, а теперь смотрите, что мы ждем конкретно на этой неделе. Наши календари крайне просто плотно заполнены. Причина по одной простой причине, потому что сейчас будет огромное количество статистики по американской экономике. Вообще по экономике в целом, мировой. Но по американской нас прежде всего интересует, потому что мы помним, рецессия не рецессия. Вот эти все, собственно говоря, давления цен на нефть, которые они создавали, они создавали прежде всего рецессии. Вот это потом там решение Банка Японии, чтобы, соответственно, операция корритрейт свернуть по японской иене. Но в целом-то, в целом это прежде всего была ситуация с рецессией. То, что типа все, мировая экономика замедляется, раз американская замедляется, значит и мировая замедляется, значит просто на нефть будет падать и так далее. И мы видели, что нефть они в итоге даже пробивали в район 75, правда это быстро тогда откупилось, но в любом случае до 76 они его догнали. И, соответственно, в этой ситуации мы говорили о том, что У-78 они будут стараться, естественно, не выпустить. Пока это удалось преодолеть, но надолго ли, это большой вопрос. И, соответственно, как мы понимаем, они в этой ситуации могут в любой момент включить эту рецессию, также запустить укрепление доллара, это тоже надо иметь в виду. И, соответственно, как мы понимаем, не вот эти хуситы, не там, как говорится, действия в Ирано-Израильском конфликте и так далее, это может все сильно нефть не поддержать, потому что если будет запущен вот этот сценарий с рецессией, они будут эту повестку перебивать. Ну и теперь смотрите, давайте начнем разбираться, потому что на этой неделе будет огромная просто статистики, важные объемы, которые связаны с инфляцией, с конкретной экономикой, потому что инфляцию мы тоже, естественно, будем отслеживать. Это тоже один из важнейших факторов. И я напоминаю, несмотря на то, что на прошлой неделе выступала неоднократно ФРС, ни одних комментариев, ни одних вообще текстов, что они там говорили, нигде не было опубликовано. То есть ФРС как будто вообще просто в тени полностью. Ну, давайте начнем с понедельника, господа. Что мы ждем? Ну, во-первых, сразу скажу, последствия субботы-воскресенья. Конечно же, это фактор был ослабления рубля, но ситуация немножко стабилизировалась, как нам заявили. И это может привести, например, по динамике курса в понедельник к небольшой даже приостановке дальнейшего ослабления. Такой тоже вариант исключать нельзя. Объясню почему. Почему? Потому что, во-первых, вот выходные прошли, да, соответственно, все риски закладывали на выходные. Дальнейшее событие мы видим, что пока, пока, опять же, еще раз говорю, это только пока. И то, как говорится, всей правды мы не знаем, что там реально происходит. Пока ситуация говорит о том, что, возможно, вот эта стабилизация, по крайней мере, не давать дальнейшего продвижения наступила. Не факт, что она там не поменяется или, допустим, не будет больше переброшено там, как говорится, подкрепление и так далее, да. И, собственно говоря, все это опять заново не, как говорится, не начнет резко развиваться. Да, безусловно, надо учитывать, что почему это произошло прежде всего. Потому что, еще раз говорю, почему я обращаю на это внимание, почему я сказал, что и, собственно говоря, сама, скажем так, статус самой операции поменяется, да. Потому что были условные договоренности, да, как говорится, что российскую территорию, конкретно, историческую, никто не трогает. Потому что, если они нападают на историческую территорию России, это вторжение, что, в принципе, мы и видим. То есть, это нападение на Россию, то есть, это объявление войны. Объявление войны конкретно России, да. Потому что мы уже говорили, ДНР, ЛНР, это, собственно говоря, была защита населения, да. И туда заходили, как бы, по приглашению ДНР, ЛНР. А мы помним, что ДНР, ЛНР, мы, если уже говорить о мировом праве и так далее, да, то мы, конечно, их признали. Они были независимые государства, фактически. Фактически, мы туда заходили и, соответственно, как говорится, по их просьбе. То конкретно ситуация с Курской области, да, и заход, соответственно, на нашу территорию. Одно дело было, когда они прикрылись РДК. Вот там были русский добровольческий корпус, да. И когда они это выдавали под соусом того, что наступают русские. Русские, как бы, сами взбунтовались и пошли, так сказать, против русских, да. Это была одна картина. В этот раз они конкретно заявили, что это официально ВСУ. А значит, это нападение конкретно 404-й на Россию. А так как мы знаем, что 404-й это просто пешка, просто фигурка, которая ничего из себя не представляет уже давно, а фактически управляет ею НАТО, да, и, соответственно, Рошадер-Рокфельевское отрудие, то понятное дело, что это напали НАТО, напали НАТО на нашу территорию. Фактически у нас 41-й год, начало, собственно говоря, войны. И в реальности эта война, которая, да, она сейчас идет несколько по другим укладам, но она реальна, как я вам и говорил. Я вам говорил, что и мы ее не избежим. И в этой ситуации официальный статус нападения фактически ставит вопрос практически военного положения. Пока этого не происходит, естественно, и мы видим, что даже сама операция не меняется пока на данный момент статуса КТО. Но те области, естественно, они объявлены непосредственно уже зоной КТО, да. И в этой ситуации получается, что, конечно же, Россия это расценивает исключительно как нападение и войну. Несмотря на то, что все вот эти формулировки пока достаточно такие сглаженные. Но еще раз говорю, если сейчас за жабры возьмут этих НАТОвцев живых, я думаю, стоит задача вот этих НАТОвцев брать живьем. Именно НАТОвцев. С ВСУ это все понятно. А вот НАТОвцы нужны живые для того, чтобы, во-первых, пополнять обменный фонд. Мы знаем, что у нас уже там тоже, как говорится, последний раз еще одного нашего русского украли, американцы. И, соответственно, готовятся опять, да, чтобы опять там набирать обменный фонд. А самое главное, чтобы показать нашего врага по всем камерам и продемонстрировать, кто на самом деле, как говорится, зашел на нашу территорию. Поэтому, естественно, эта ситуация, она говорит о том, что, как бы, пока для России этот фактор, безусловно, негативный. То есть мы видим, что здесь, естественно, на рубль, естественно, действует это как давление. Но вот эта стабилизация пока ситуации, да, пока она не перешла, так сказать, либо, а, в дальнейшее, как говорится, наступление вглубь России, если это вдруг произойдет. И, соответственно, в данный момент мы к этому были не готовы. В каком плане? То есть, когда это все начиналось, мы как бы считали, что эта граница, мы ее не укрепляли. Мы считали, что эта граница, она как бы неприкосновенна. Но, как мы видим, те, кто с нами там пытался разговоры вести о переговорах, они лжецы, естественно, как это было всегда, что эти твари, которым верить ни в чем нельзя. И, как я уже сказал, этих тварей надо уничтожать везде, где только можно. И мы, естественно, понимаем, что вот этот иранно-израильский конфликт, это то поле боя, где мы их будем мочить по-настоящему. Где мы будем конкретно уничтожать именно натовские подразделения, а конкретно США и израильские. Потому что, естественно, Израиль это абсолютно те же сатанисты, которые, собственно говоря, управляются Ротшедракферами. И это все их же абсолютно сословие. Абсолютно. Поэтому здесь, естественно, ситуация банально простая, что мы, конечно, готовимся. Готовимся. Во-первых, мы фактически уже проверили силы столкновения с НАТО. Это, конечно, еще только первоначальный этап. Дальше уже будем смотреть, как они будут развиваться дальше. Так в данный момент из-за того, что на данной ситуации мы пока приостановились, пока, для рубля это момент небольшой тоже стабилизации. То есть ослабление как бы есть, оно как бы будет вкладываться, и мы видим вот ситуацию за субботу. Но за воскресенье уже, да, вот за сегодня, к понедельнику, картина может поменяться. То есть в этой ситуации, если стабилизация наступила, и ее там официально подтвердят, это, кстати, очень будет показательно, насколько стабилизировалась ситуация, как только объявят о том, что Путин обратится к нации. Вот поверьте мне. Вот как я вам говорил. Ф-16 появляются, это первый сигнал, когда мы столкнемся с НАТО. Вот так оно и произошло. Теперь точно такой же сигнал, как только, собственно говоря, объявят о том, что Путин будет обращаться к нации, это значит, говорит о том, что ситуация стабилизировалась, и, как говорится, можно будет население, что называется, успокоить, да. Вот, поэтому в этой ситуации мы сразу можем тогда рассматривать вариант, как укрепление рубля, сразу. Именно потому, что это будет фактор, который стабилизирует валюту, да. Но мы понимаем, что есть здесь замысел, естественно, ЦБ Минфина, и есть, грубо говоря, смотрите, есть краткосрочные факторы тренда, да, есть долгосрочные. Краткосрочные факторы, это вот как раз ситуация, во-первых, начало вот этого прорыва, и ситуация, например, соответственно, когда Путин скажет о том, что там, допустим, ситуация стабилизировалась, да. Вот это краткосрочный фактор, но есть долгосрочный. А долгосрочный, как я уже сказал, эмиссия рубля, которая, соответственно, никуда не денется, она будет, скорее всего, и дальше развиваться. И, естественно, вот непосредственно действие самого Центробанка, мы тоже видим, да, что никакие там покупки эти там, сокращение, соответственно, валютных интервенций на 100 миллиардов, да, это все, безусловно, те факторы, про которые я говорил, что, безусловно, ослабляют рубль. Поэтому в понедельник, в понедельник будет такой момент ренджа, скорее всего. То есть сильного ослабления, может быть даже так, что вначале рубль резко ослабнет, а потом резко откатит и начнет там идти в какой-нибудь ренджевой зоне, да. То есть вначале как бы эмоциональная такая будет отыграна вот это вот смещение курса, например, на 10 число, которое мы увидели, да. То есть мы вот видим конкретно, вот он, да, что рубль ослаб фактически с 86.56 на 88, то есть на полтора рубля практически. То есть это серьезное ослабление, да. И это, скорее всего, конечно же, будет отыграно в понедельник. Но, учтите, может и начаться резкий разворот. И, соответственно, определенная стабилизация, особенно, еще раз говорю, если там будет заявлено о том, что Путин может выступить и так далее, это обязательно может сыграть роль. А что конкретно нас интересует уже конкретно по просто календарю? Ежемесячный отчет ОПЕК. Там мы посмотрим, соответственно, ситуацию прежде всего с нефтью. Какие там будут, так сказать, они, собственно говоря, видеть дальнейшую динамику и с добычей, и, соответственно, со спросом и так далее, да. Дальше, ожидаемая потребительская инфляция США. Это, господа, пока такие, ну, сигналы, да. То есть это не конкретика, это такие прогнозные данные. Что это, чем это важно, да. Это прежде всего важно на ситуацию с долларом. Конечно, у нас на этой неделе, поверьте, будут такие факторы, которые доллар могут кидать, как тогда, да. Со 104 там на 103, за 102 даже, почти 102 мы уходили, да. А, собственно говоря, со 102 там будет возврат, например, вот сейчас мы на 103, со 103 там, например, возврат на 104. Вот такие колебания могут быть по доллару. И, как вы понимаете, это тоже все откладывает, соответственно, вероятность влияния на ситуацию с курсом рубля. Да, потому что мы уже говорили, сам рубль не поддерживается, а динамика доллара, естественно, может сразу сказываться. Тем более, как бы основная динамика на ослабление, она присутствует, да. Поэтому вот это все данные, связанные с инфляцией, с рынком труда, с производственной активностью, там, с деловой активностью, будет иметь колоссальное значение. Теперь смотрите дальше. Сальдо торгового баланса Российской Федерации. Ну, тут все очевидно. Мы, естественно, экспортеры, это все понятно. Вопрос, соответственно, насколько у нас будет смещение экспорта и импорта. И это будут такие тоже сигналы, насколько нам реально, если импорт у нас там растет, насколько нам нужен, соответственно, в этой ситуации более слабый или более крепкий рубль. Если импорт будет расти, то, понятное дело, рубль лучше крепким. Если он будет падать, а мы видим эту проблему сейчас с транзакциями, да, что нет возможности особо сейчас, как говорится, оплачивать, да. И 80%, вот я смотрел тогда по РБК, они давали статистику, 80% платежей, типа, не проходит, да, непосредственно по транзакциям в те же, например, китайские банки, да. То есть, это такой большой объем, и это, естественно, может сдерживать спрос на импорт, да. Поэтому здесь, вот за этими сигналами надо будет внимательно понаблюдать, что же нам все-таки нужен, крепкий рубль или более слабый. Это все косвенные, естественно, сигналы. Есть основная, основная задача, мы уже говорили, доходы бюджета, которые достаточно серьезно сейчас пострадали после всего этого. И, смотрите, ситуация какая. Конечно, БРИКС-ПД, господа. БРИКС и вот эти все действия, которые сейчас происходят, я уже вам говорил, что это делается как раз перед БРИКСом, ровно перед БРИКСом. Для того, чтобы показать, что доллар будет так же военным путем поддерживаться, что, соответственно, Россия не может обеспечить защиту ни себе, ни там своим союзникам и так далее. Поэтому все это понятно, как это все работает. Ну и теперь, господа, смотрите, переходим ко вторнику. Ежемесячный отчет, у меня язык не поворачивается, вот называть вот это название, которое они у себя придумали. Это чисто штатовское, чистой воды, Ротшерда Рокфельевская отродья придумала вот эту организацию. Называют они, правда, ее международной. От слова международного везде, вот где в любой организации есть международные. Там МОКИ, там, в которой организация там по борьбе с химическим оружием. Вот это все фуфло, все вот эти вот, где идут аббревиатуры международные. Можете смело это выкидывать, вычеркивать, потому что это полное фуфло, это все штатовское, это все Ротшерда Рокфельевская отродья контролирует. И все это только американские, работают только на Америку, на Британию, там, соответственно, как союзникам и так далее. То есть все это, соответственно, их подконтрольные организации. Ежемесячный отчет вот этого фуфла американского, оно, естественно, нужно для чего? Есть ежемесячный отчет ОПЕК, а для того, чтобы ежемесячный отчет ОПЕК не сработал на цены на нефть и дал возможность американским сраным спекулянтам, соответственно, манипулировать ценами на нефть, продавать фуфло бумажное, которое абсолютно ничего не стоит в виде деривативов, которые, как говорится, поставочные, ой, не поставочные, простите, а именно не поставочные, а именно расчетные. То есть ничего не стоящие. Одно дело, когда ты пытаешься спекулировать, манипулировать непосредственно бумагой, которая является официально документом поставок, да, то есть если ты ее купил или там продал, ну, будь любезен, исполняй, как говорится, обязательства по контракту, получай нефть непосредственно, что называется, по этой цене, да. Вот тогда бы таких манипуляций не было, но нет. Американская фуфловая система, она вся из пузыря, вся. Это все печатная бумага, это все вообще просто мистика одна сплошная, никакой реальности за этим не стоит. Это все махинации для того, чтобы просто из воздуха печатать деньги. И, естественно, все эти деривативы, которые они придумали расчетные, это тоже полная хрень для того, чтобы, соответственно, создавать манипуляции на рынках, делать цены, которые нереальные, просто нереальные. Но просто, как говорится, большим объемом, типа какого-нибудь там фонда BlackRock, например, да, обрушивать цены, разгонять цены. Это все американское фуфло, которое не стоит ни копья вообще. И вот именно непосредственно для того, чтобы американские спекулянты могли валить цены на нефть, когда, например, реальные данные покажут, что там, как говорится, ОПЕК говорит о том, что спрос будет расти, добычу будут сокращать и так далее, это насчет разгонять цены на нефть. И тогда вот эта фуфловая американская контора должна дать, соответственно, прикрытие задницы американским спекулянтам, чтобы они через свои сраные вот эти абсолютно пустышные бумаги продавали цены на нефть. Продавали каким образом? Естественно, продавая на VTI, да, вот на эту непосредственно связку, на сланцевую нефть, которая абсолютно пустышка, которая абсолютно низкосортная. Она не идет ни в сырьевую работу, ничего, она просто вот низшего сорта, да, но они ее засунули в бренд, как только Россию оттуда вытянули, когда не дали возможности России торговать нефтью, да, и, собственно, засунули вот это свое абсолютно низкосортное говно для того, чтобы, естественно, давить на цены на нефть бренд, да, и когда они распродают вот это фуфло, начинает падать и бренд, вот это надо четко понимать. А фуфло они распродают это за счет пустых, абсолютно ничего не стоящих контрактов, которые являются абсолютно расчетными, то есть тоже пустышками. Вот так работает американская система, чтобы вы понимали просто, что и как это все устроено. Поэтому вот этот отчет, естественно, будет полный противовес опеку, это 100%. Теперь смотрите дальше, что мы еще будем получать, и это уже имеет очень большое значение. Базовый индекс цен производителей месяц к месяцу, базовый индекс цен производителей год-году, индекс цен производителей месяц к месяцу, и индекс цен производителей год-году, а также индекс розничных продаж, и будет выступление ФРСника Бостика, вот это важный чел, это важный чел. Конечно, это очередной американский фуфлыжник, который, естественно, будет в очередной раз пытаться манипулировать рынком, это 100%. Тем более за это время, еще раз говорю, ни один из этих фуфлыжников ничего не сказал абсолютно за все это время, пока там валились рынки, пока там был якобы кризис, пока там была рецессия, они молчали, как просто рыба об лед, просто молчали. Потому что, как я уже говорил, это все был театр, это все было абсолютно спровоцировано и абсолютно, как говорится, выполнено тем же, как говорится, Елен, ФРС и прочее. И туда же пойдут недельные запасы сырой нефти по данному американскому институту нефти. Это, опять же, чисто фуфлыжная, абсолютно коррумпированная организация американская, которая полностью оплачиваемая и, соответственно, коррумпирована с помощью производителей США, преследует исключительно их интересы и показывает ровно то, что им нужно. Поэтому эти, при том, данные прогнозные, то есть они будут непосредственно давать прогноз на якобы официальные, которые тоже полные фуфло, еще раз говорю, все, что связано с Америкой, правды нету ни в чем. Ни в статистиках, ни в договорах, ни в переговорах, это просто фуфло везде и всюду. И с ними никогда ни в чем нельзя быть уверенным, абсолютно. Поэтому их информацию надо всегда всю перепроверять, постоянно. И каждый раз искать, куда они, как говорится, пытаются направить толпу. Вот эти запасы сырой нефти, они, естественно, будут публиковаться в среду, а вот эти прогнозные будут как раз публиковаться во вторник. Но, господа, вторник имеет колоссальное значение. Базовый индекс цен производителей – это данные по инфляции в производственном секторе. И если они покажут рост, то это говорит о том, что они будут расти непосредственно, соответственно, и в потребительском секторе. И при условиях, когда в Америке фактически уже есть риски рецессии, и при этом начинает расти инфляция, а не снижаться. Это, господа, самое страшное слово для Америки – стокфляция. Потому что, как только начнется стокфляция, рынки повалятся вниз, ставки будут высокими. Если их начнут, соответственно, снижать, в этот момент пойдет еще больше спираль разгона инфляции, и их просто накроет окончательно. Ровно то, что ждет весь мир. Потому что, соответственно, все понимают прекрасно, что американскую доллару систему в итоге надо валить, но чтобы последствий было как можно меньше для всех остальных. И мы видим, для этого существует BRICS, для этого идет разработка всех вот этих альтернативных, как говорится, схем расчетов. 1 сентября начинается, соответственно, там торговля криптовалютой. Вопрос, еще раз говорю, какой там криптовалюта, это уже вопрос другой. Пока, по крайней мере, до, как говорится, заседания BRICS, мы, по крайней мере, будем видеть, скорее всего, те криптовалют, которые уже есть. Я уже говорил, да, типа USDT и так далее. Насколько там будет уже применяться вот этот BRICS и так далее, мы пока об этом не знаем. Но факт остается фактом, что американская система в итоге, да, она должна перестать существовать в том виде, в котором она есть. Она не должна не иметь возможности ни включить санкции, ни вводить какие-то ограничения, замораживать, воровать чужие счета и так далее. Она все это должна просто быть лишена. И к этому, естественно, мы, как говорится, семимильными шагами двигаемся. Поэтому в этой ситуации, безусловно, вот этот идеальный шторм, который может произойти именно за счет того, что если все-таки инфляция покажет рост, а тут получается, смотрите, базовый индекс цен производителей месяц к месяцу, базовый индекс цен производителей год к году. Это фактически инфляция, которую, скажем так, для непосредственно ФРС является основной, да, они именно за этим наблюдают. И она, как я уже говорил, да, она очищена непосредственно от цен на энергоносители продукты питания. А есть вот индекс цен производителей, тоже месяц к месяцу и год к году. А вот это уже инфляция, грубо говоря, которая является реальной, которая включает в себя все. И в том числе и продукты питания, которые дорожают, и цены на энергоносители, которые, естественно, тоже дорожали. Вот сейчас они только сбили эту непосредственно цены на нефть, да. И, заметьте, как только они сбили цены на нефть, вот как раз вот эти данные они сейчас будут рассматривать. Они, конечно, там за целый месяц, да, до этого цены все-таки были еще достаточно высокие. Поэтому, смотрите, даже в прогнозах они рассматривают рост инфляции. Если к месяцу к месяцу брать, они ждут, например, на базовой инфляции с 0,4, вернее, с 0,2 на 0,4. То есть, рост на 0,2. Если брать базовый индекс цен производителей год к году, то там они как бы ждут 3%. А вот если брать индекс цен производителей месяц к месяцу, конкретно вот где уже с энергоносителями, они считают, что там изменений не будет. И индекс цен производителей год к году, там 2,6. То есть, здесь фактически они закладывают все-таки небольшую динамику либо на удержание, либо на небольшой рост инфляции. И если это все окажется совсем не так, рынки просто свалятся. Особенно на риски рецессии. Потому что есть рецессия и при этом рост инфляции. Вот это будет колоссальная проблема. Это просто обвалит S&P 500 практически мухой. И он свалится ниже 5 тысяч. Это я вам просто вот гарантию даю, что если инфляция будет действительно расти, он может пробить 5 тысяч. Легко. По факту это откроется дорога вот сюда на 4,200. Вот 5 тысяч они пока держат. Пока еще там, как говорится, все это отчетный период и так далее. Но как только появится риск, что все-таки инфляция растет, все, пойдет пробой сразу. А если туда еще накроют данные, притом вначале, скорее всего, они удержат 5 тысяч, а потом если выйдут данные по производственной активности и так далее, покажут рецессию, все, он пробивает и уходит ниже. Это прям все. Это будет конкретный просто обвал на американском рынке. Это гарантированно. Поэтому вот эти данные имеют колоссальное значение. И как вы понимаете, эти данные будут влиять сразу на ситуацию с долларом. Если инфляция начнет расти, доллар резко пойдет вверх. Но опять же, сейчас ситуация настолько неоднозначная, потому что при росте инфляции и при том еще падении экономики, это фактически не дает возможности повышать ставки. И это может и ослабить доллар. Но в данный момент, на данной ситуации, я считаю, этот доллар пойдет вверх. И со всеми вытекающие рубль, естественно, будет тоже слабнуть. Теперь смотрите дальше, господа. Среда у нас решение по процентной ставке Новой Зеландии. Это мы посмотрим непосредственно, что же там происходит в ситуации со ставками по всему миру. Мы уже говорили о том, что многие сейчас решали решение по процентной ставке, и никто ее не опустил. Хотя были заявления о том, что они будут там опускать, и с большой вероятностью типа АФРС будет оставлять. За счет этого будет тоже укрепляться доллар, да? Пока вот эти снижения ставок не идут. Были моменты, первые только снижения начались тогда, но они уже приостановились. И, собственно говоря, как мы уже говорили, ситуация с той же Японией, например, да? Там наоборот, пошли все риски на повышение ставки. И вот сейчас они заявили о том, что типа как бы пока не будут. Что мы еще там будем ждать? Смотрите, индекс потребительских цен в Великобритании месяц к месяцу, год к году. Зачем нам это надо? Ну, просто наблюдать как бы за инфляцией общей, мировой, да? Идет она или нет? Соответственно, будем делать выводы, что может происходить в этой ситуации с Америкой в том числе, да? А, соответственно, что будет со ставкой? Индекс потребительских цен в Британии сказал. Дальше, ВВП, квартал-квартал, год к году, в Евросоюзе. Это к вопросу, собственно говоря, европейской экономики, да? Насколько она устойчива, растет, не растет, наоборот, падает, замедляется. Тоже для общего понимания рецессии во всем мире. Объем промышленного производства, конечно, вот эта ситуация с ВВП и так далее, да? И вот объем промышленного производства в ЕС месяц к месяцу, год к году. Это все будет, прежде всего, естественно, влиять еще и на евро, да? А мы помним, что евро сейчас немножко окреп к доллару. И, соответственно, вот эти вот данные, они могут тоже либо еще подкрепить евро против доллара, либо, наоборот, ослабить. Дальше, смотрите. Базовый индекс потребительских цен в США месяц к месяцу. Базовый индекс потребительских цен год к году. Базовый индекс потребительских цен за июль. Индекс потребительских цен год к году. И индекс потребительских цен месяц к месяцу. То есть, господа, мы за два дня, то есть у нас, вот, смотрите, основная ось по инфляции – это вторник и среда. То есть, первый, во вторник мы получим всю инфляцию, связанную с производством, и при том непосредственно с производством мы уже получим сигналы, что может быть в потребительском секторе, да, и в среду уже получаем потребительскую инфляцию. Также, соответственно, базовый индекс и индекс потребительских цен, да, то есть один для ФРС, не включая, соответственно, он очищенный, так называемый, от влияния цен на энергоносители продукты питания, которые являются наиболее волатильными, и, соответственно, наоборот, индекс потребительских цен, который включает эти данные, и, соответственно, это, грубо говоря, та инфляция, которая ведет домохозяйство, да. Поэтому, соответственно, вот эти данные по инфляции индекса цен потребителей, они более показательны, базовые на это ориентируются ФРС, а эти будет непосредственно индекс потребительских цен более показательны, что происходит на самом деле с инфляцией. Поэтому, вторник, господа, среда, это просто колоссальное значение для доллара. Колоссально. Доллар может на них просто сильно укрепиться. Я уже вам показывал, как мы будем с вами опять идти на время и, соответственно, смотреть реакцию доллара. Я не могу прям конкретно доказывать, что именно в этот момент произошла реакция, туда-то улетели и так далее. И в данный момент, как я уже сказал, общая динамика на снижение инфляции, она как бы, мы помним, там на одну десятую и так далее, они рисовали все это время. И вот что они нарисуют в этот раз, потому что, еще раз говорю, американские данные это все фуфло. Это все фуфло, им манипулируют, их вбрасывают как надо и так далее. Поэтому, соответственно, как они нарисуют, одному богу известно. Но в данный момент им, конечно, очень опасно показывать рост инфляции. Иначе это будет прям колоссальное падение. Но, с другой стороны, это укрепит доллар. Вот это надо тоже понимать. То есть, если они захотят, вот, кстати, завалить цены на нефть, это вот как раз можно сделать с помощью данных по инфляции. Если инфляция вырастет, не впадет вниз. Не впадет вниз. Если инфляция, наоборот, снизится, не впадет вверх. И тогда, соответственно, как я уже сказал, ситуация с долларом. Инфляция снизится, доллар может начать слабеть. Поэтому здесь очень важно и очень колоссально иметь значение. Ну и теперь, смотрите, переходим к четвергу. ВВП Японии год к году, квартал к кварталу. И, как вы понимаете, это, прежде всего, вопрос рецессии в мировом масштабе. То есть, мы смотрим, насколько экономики замедляются по всему миру. Инвестиции в основной капитал Китая. Объем промышленного производства Китая. Здесь мы, естественно, смотрим то, что нас интересует, связанное с экономикой Китая. Потому что это и укрепляет юань. Мы помним, что юань у нас, прежде всего, как говорится, к рублю. Мы, рубль привязан к юаню. И, соответственно, все действия в юане, они могут отражаться, естественно, на курсе валют именно рубля, соответственно. Поэтому здесь, естественно, также цены на нефть, безусловно, тоже влияют. Потому что, если у Китая все хорошо, цены на нефть тоже будут расти. Потому что на замедление Китая тоже, соответственно, сбивали цены американцы, соответственно, на этих спекуляциях. Поэтому тоже надо понимать. В общем, объем промышленного производства Китая. Объем промышленного производства в Китае год-году. Объем розничных продаж в Китае. Это к вопросу, как говорится, насколько потребитель поддерживает экономику Китая год-году. Объем розничных продаж в Китае в июле. Уровень безработицы в Китае. Пресс-конференция Национального банка Китая. То есть, вот этот свод данных, естественно, связанный с экономикой Китая. На это будем тоже внимательно наблюдать. Прежде всего, нас, как я уже сказал, это интересует и с ценой на нефть, и ситуация с юанем. ВВП год-году Великобритания, второй квартал. И ВВП за июнь Британия. Это, опять же, к вопросу данных по общей экономике. Соответственно, рецессия, не рецессия. Вот это вот мировая. Вот это нас интересует. И это тоже, естественно, будет давать сигналы о том, какой спрос на нефть будет. Нет, снижаться, там расти. Потому что, естественно, и как экономики себя чувствуют, так будет рассматриваться вариант спроса на нефть. Индекс цен производителей в Швейцарии. Индекс цен производителей в Швейцарии год-году, месяц к месяцу. Как вы понимаете, это к вопросу об, опять же, инфляции. Но это вот общий, как говорится, срез по данным инфляции, который мы смотрим. Это, конечно, не как американские данные, но все равно они могут иметь значение для общей картины. И рынок это тоже может воспринимать. Поэтому за этим мы тоже будем смотреть. Но прежде всего, как я уже сказал, это вторник среда. Все, что связано с Америкой. Дальше, смотрите. Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Это коснется, прежде всего, евро. Общее число лиц, получающих пособие по безработице США. И вот тут, господа, начинается самая главная статистика. Вот после тех, конечно, которые по инфляции, вот эти тоже вторник среда, да. Это тоже очень важная статистика. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, это еще не самое главное. А вот базовый индекс розничных продаж. Дальше. Индекс цен на экспорт. Это не так важно. Индекс цен на экспорт июль. Месяц к месяцу, год к году. Индекс цен на импорт, соответственно, это сальдо торгового баланса, условно говоря. Индекс цен на импорт год к году. И число первичных заявок на получение пособия по безработице. Вот это, господа, будет крайне важно. Это у нас в прошлую как раз неделю, в четверг, помогло поддержать американский рынок. Именно число первичных заявок на получение пособия по безработице. Когда они показали, собственно говоря, сокращение, это показало то, что рынок труда еще достаточно устойчив. И мы увидели, что в этой ситуации у нас индекс S&P 500 пошел вверх. А доллар в этой ситуации, ну, так скажем, стабилизировался. И это имеет большое значение сейчас. Но вот эти базовые индексы розничных продаж, он показывает, насколько американцы поддерживают американскую экономику. Ну, индекс цен на экспорт, индекс цен на экспорт там месяц к месяцу, год к году. И в том числе индекс цен на импорт. И это, господа, показывает инфляцию в экспорте и в импорте. То есть это тоже имеет колоссальное значение. Это, безусловно, будет показывать, какая динамика цен. И растет она, собственно говоря, или не растет и в экспорте, и в импорте США. Поэтому за этим тоже надо будет внимательно следить. Ну, и, как я уже сказал, и продажи, и первичные заявки на пособие по безработице. Это уже начало данных по экономике. То есть здесь мы с вами помним по инфляции, а здесь уже конкретно по экономике. То есть вопроса рецессии нет, нету. Вот здесь, собственно говоря, мы вот эти данные и получаем. Ну, и, господа, смотрите, переходим к пятнице. В пятнице ожидаемая инфляция от Мичиганского университета, индекс цен потребительских инфляционных ожиданий в США за 5 лет опять от Мичиганского университета, индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, индекс текущих условий от Мичиганского университета. Это, господа, прогнозные данные, которые вот этого Мичиганского университета, но на них влияет рынок, они влияют на рынок, потому что, несмотря на то, что они являются прогнозными, рынок все равно начинает эти данные воспринимать как будущее ожидание и, соответственно, тоже влияет в все, что там связано и с потреблением, и с инфляцией и так далее. Поэтому будет это тоже иметь значение, но самое, конечно, главное, господа, на этой неделе, как я уже сказал, это прежде всего данные по инфляции, которые будут выходить во вторник и в среду. Вот здесь я бы так обозначил, вторник, среда, четверг, самые центровые дни этой недели. И здесь, соответственно, надо готовиться к большой волатильности, к резким скачкам по доллару, по валюте, по рынкам в целом, вот это надо понимать. Как я уже сказал, Иран-Израильский конфликт тоже в любой момент может все начаться. И вот это вот откладывание, оно на самом деле все больше страшнее для того же Израиля. Потому что это говорит о том, что, понимаете, если бы хотели бы нанести удар и, как говорится, сказать, все, мы все квиты, это бы уже сделали давно. Нет. Сейчас прорабатывается совершенно другого рода ответ. И поэтому, чем он дольше откладывается, тем он более скоординированный и более серьезный будет. Поэтому, естественно, тоже здесь мы не забываем об этом. И смотрите, сегодня была, кстати, информация на этот счет. Вот, смотрите. Так. А где это было так? Ну, в общем, то, что... Сейчас посмотрю, повышенная она. Заявили о том, что они... Вот. Президент-реформатор Ирана Масуд Пизишкиан выбрал архитектора ядерной сделки 2015 года на пост министра иностранных дел. А ветерана отрасли на высший пост нефтяной отрасли. Там идут назначения. Вот, кстати, тоже немаловажный момент. Там идут политические процессы. По данному государственного телевидения в воскресенье, Пизишкиан предоставил парламенту своих кандидатов на должность министров. Поскольку, вот это важно, Исламская республика повторила свое намерение принять ответные меры против Израиля. И это вот как бы в очередной раз подтверждает, что никто ни от чего не отказался, да. А еще интересно, тоже смотрите, это американцев кинули. Насколько это, правда, неизвестно. Но Россия нанесла удары по нескольким регионам 404 ночью четырьмя северокорейскими баллистическими ракетами. Алищук сообщил, что ракеты КН-23 были запущены с территории Воронежской области России. Вот это как бы тоже, да, такие моменты по поводу, как я уже сказал, действий коалиции. Ну и теперь смотрите, господа. Ситуация какая? Как я уже сказал, переходя к прогнозу. Ситуация с СВО. Еще может преподнести много сюрпризов. И непосредственно мы понимаем, что, как я уже сказал, фактически мы в войне. Все. В войне с НАТО. Они будут пытаться теперь, соответственно, своим прямым контингентом, как говорится, пытаться либо прорваться вглубь нашей территории и перенести войну на нашу территорию, что, в принципе, они это и делают. И понятно, как говорится, осуществляется тот же план, да, через Курск пойти на Москву. Но здесь ситуация, надо четко понимать, что, естественно, как я уже сказал, в первом этапе мы были не готовы. Не то, что не готовы. А мы просто считали, что мы имеем договоренности. И, соответственно, эти договоренности, как говорится, непоколебимы. Но мы каждый раз забываем, что это сатанисты, лгуны, что это твари, с которыми, соответственно, никаких договоренностей быть не может. И по факту врага надо только уничтожать. Уже другого варианта нет. И чем больше, чаще и в разных местах, тем, соответственно, быстрее и можно его остановить. По-другому как бы не получится, да. Ситуация, как я уже сказал, нахождение над схваткой и, соответственно, находить, как говорится, в тихой гавани, да, пока там можно вкладывать американские облигации и так далее. Естественно, это еще не остановится. Пока они не станут прямым участником военного конфликта. Все. Тут как бы вот другого варианта нет. Хоть как вы там не рассматриваете, пока американцев не втянуть в прямые боевые действия, это не остановить. Вариант этот Ближний Восток. Поэтому смотрим, внимательно наблюдаем за этой картиной. Ситуация с американским рынком. С нефтью и так далее, да. Как я уже сказал, давление будет оказываться. Это, естественно, влияет на рубль. Естественно. Потому что чем меньше мы начинаем зарабатывать, а мы понимаем, что у нас проблем более чем достаточно. И, собственно говоря, само искусственное сбивание цен на нефть. И проблемы с транзакциями. И валютные интервенции мы видели, поэтому у нас резко снизились, да. Это все говорит о том, что рубль особо поддерживать нечего. А вот эмиссия рубля, чтобы компенсировать эти потери. Это самый, как говорится, реальный получается механизм, который с большой вероятностью сейчас и осуществляется. Смотрите. По золоту. Здесь, как я уже сказал, 2430. Я вам говорил, что будет держать золото. Получите, распишитесь. Ровно 2430. Это еще не конец. Золото может пойти и выше. Особенно сейчас все будет зависеть от того, какие будут данные по инфляции, господа. Потому что, если инфляция будет показывать рост, это тут же может начать укреплять доллар, повышать вероятность неснижения ставок. И, соответственно, как вы понимаете, золото пойдет тогда на ослабление. Оно может даже в район 2400 опускаться, а потом, соответственно, обратно на 2430 восстанавливаться. Но факт остается фактом, золото останется под давлением. Ну и смотрите, еще один у нас, естественно, показатель биткоин. А биткоин, что я вам говорил, 6800, не ниже 60. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Никуда он ниже 60 теперь не уходит. Но здесь тоже надо четко понимать, что здесь все будет зависеть от того, что и как будет происходить сейчас с американской статистикой. Вот как ее нарисуют, туда его и отправят. 60 тысяч, скорее всего, конечно, постараются удерживать. Но если начнется стокфляция, и все признаки будут, рост инфляции и падение, соответственно, экономики, рецессия, все, биткоин может уже не удержать 60 тысяч и полететь опять вниз. Это надо четко понимать. Поэтому, что мы в итоге, господа, на этой неделе ждем по прогнозу от рубля? Ситуация следующая. Во-первых, мы закладываем ситуацию, связанную с конкретно Россией. И, как я уже сказал, краткосрочные и долгосрочные тренды. И факторы. Краткосрочные – это вот все, что касается сейчас вот этой ситуации с дальнейшим развитием событий в Курской области. Соответственно, заявление президента там и так далее, да? А долгосрочные, как я уже сказал, эмиссия рубля. Поэтому берем сейчас официальный курс, смотрим. Как я уже сказал, он 88. Идем на наш волшебный график и вспоминаем 87.50. Это та граница, которая разделяет на ослабление курса рубля и на укрепление. И, как вы видите, мы ее прошли. 88 – это вот здесь. Неофициальный курс у нас был аж там на 88.60 по пятнице и так далее, да? Здесь мы конкретно видим выход за 87.50. И, как я уже сказал, дальнейшая дорога 89. А дальше, соответственно, к 90. Это мой прогноз, который я вам давал еще давно. И я вам говорил, что так произойдет. Теперь смотрите дальше. Что непосредственно сценарий на ослабление, он как бы никуда не делся. Смотрите, что нам показывает наша алгоритмика. Она тоже показывает, что 88, 87.50 как пройден, он пройден, да? Соответственно, вот остановка была на 88.76, а дальше 89.50. Ну и, как я уже сказал, это 90. Это 90. Это выход к 90, 90.20. Вот там будет, и здесь, кстати, подтверждается 90.20, тут даже 90.25, да? Дальше уже будет, соответственно, понятно, как дальнейшая будет динамика ослабления. На 92.94, вот в эту зону пойдем мы, или все-таки мы остановимся в районе 90.90.20. Я вам говорил, что пока я рассматриваю потолком 90.90.20. Дальше картина, будем смотреть, как будут развиваться дальше события. Но вот пока 90.20, я как бы считаю, это непосредственно тот путь, куда мы сейчас идем на ослабление рубля. Однозначно, мы, скорее всего, естественно, будем закреплять сейчас 87.50. То есть, смотрите, что может произойти. Например, когда сейчас, если выяснится, что ситуация в Курской области стабилизировалась, курс может отвалиться немножко, да, скорректироваться. То есть, как мы уже говорили, он сейчас 88.88. Он может уйти в коррекцию, например, на 87.50. И закрепить его. А дальше, соответственно, уже дальше развиваться непосредственно в динамику на ослабление. Вот очень будет показательно, что будет в понедельник. Удержим мы 87.50 официальным курсом или нет? Вот это очень важный момент. Ну и, конечно же, по юаню. По юаню у нас официальный курс несколько не такой сильной динамикой. Всего лишь 11.89. То есть, юань у нас практически неизменным. Совсем чуть-чуть, да? С 11.86 на 89. Это просто мизер. Но! По юаню у нас, как мы уже говорили, да? Выход 12.20. Пока он еще не произошел. Неофициально мы, конечно, его уже пытались преодолеть. Но тоже, как бы, еще за него в итоге не вышли, да? Но есть вероятность, что, соответственно, вот этот 12.15-12.20 неофициальным курсом может быть преодолен уже в понедельник. А официальным продолжим потихоньку-потихоньку дрейфовать в этот 12. Ну и по евро рублю. Здесь, соответственно, выход за 90. Ну вот смотрите, вышел же он. 95.18. 95.18. Это практически уже вот он. Вот здесь мы находимся. То есть вот пересекаем вот эту границу, вот этого официального курса, когда начались вот эти санкции против Мосбиржи, да? И вот этот курс у нас был тогда официально установлен, когда мы вот так вот летали вниз там на 88.50, и потом в итоге все это вернулось ровно к этому курсу. Здесь тоже идут все признаки на пересечении, потому что, я говорю, мы можем двигаться в 99.44. Вот сюда. Говорить пока об этом, господа, рано. Посмотрим. Еще раз говорю, не забывайте, евро искусственный курс, доллар искусственный курс. То есть только юань у нас является, как говорится, официальным. И смотрите, ситуация с юанем у нас, да? У нас юань к доллару как раз сейчас тоже начал потихонечку стабилизироваться. То есть доллар у нас вначале, как мы помним, сильно падал, юань сильно укреплялся, да? А теперь сейчас офшорный юань, напомню, он напрямую привязан к доллару, да? И, соответственно, действия ЦБ, они могут быть связаны также с ним. Когда он сильно дешевеет, они его могут покупать, тем самым тоже ослаблять, соответственно, как говорится, курс рубля, да? А, кстати, сами понимаете, да, если проблема с транзакциями есть, где юань бы уже брать? Тогда на внутреннем рынке, например. Покупай его на бирже. И это что? Правильно, девальвация рубля. Поэтому, соответственно, здесь вот все эти признаки есть. Заявление, соответственно, Минфина о том, что они там в четыре раза будут меньше покупать, как мы видим, никак не реализовывается в итоге на укрепление рубля. А, господа, не забываем, что Минфин в принципе не является теперь участником этих операций, а он является фактически все равно агентом его Центробанк. Поэтому мы помним, он раньше работал, да, вместе непосредственно с Центробанком, вот здесь в евро к рублю, да? А Центробанк работал юань к рублю. И в итоге за счет вот этих кросс-курсов устанавливался сам, собственно говоря, курс доллара, да? Курс доллара у нас был полностью абсолютно искусственный. А теперь-то нет этой секции, все, у нас осталась только одна секция. Поэтому Центробанк все операции делает, и если, соответственно, мы видим, юань продолжает, как говорится, укрепляться, он будет укрепляться против рубля. Поэтому, господа, вот такая у нас получается картина. Как я уже говорил неоднократно, сейчас в данной ситуации вы можете даже на ютюбе некоторые и не увидеть видео, да? Поэтому, если есть возможность, переходите на альтернативную площадку, например, там на Яндекс.Дзен. Там мы уже давно ведем полный аналог того, что здесь происходило на ютюбе, и там еще и обзоры на рынке есть и так далее. Вот там вы сможете, по крайней мере, посмотреть, да? И, соответственно, увидите там и ссылку тогда на сам Дзен, сможете тогда спокойно, как говорится, просматривать видео. Потому что замедление ютюба пока не остановилось, все происходит так же. Те, кто, как говорится, могут смотреть ютюб, могут также продолжать здесь. Мы пока пытаемся, ну, то есть, с разными там хитрыми способами выходить, чтобы хотя бы студию там запускать, да, и можно было выкладывать видео. Так как бы проблема действительно очень серьезная есть, мы даже собственные видео посмотреть не можем. Поэтому имейте в виду. На этом напоминаю, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рабля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трейдер Клаб Анализ Акций. Как я уже сказал, по крайней мере, там вы всегда найдете, если вдруг вообще, например, ютюб нас окончательно, как говорится, заблокирует, да, вы, по крайней мере, всегда сможете найти нас на телеграм-канале. А в телеграм-канале мы будем показывать, естественно, скидывать ссылки альтернативных каналов, где будут проходить и прямые эфиры, где будут выкладываться видео и так далее. Поэтому вот телеграм-канал для вас – это вот та площадка, которой, как говорится, по крайней мере, всегда сможете нас найти и всегда сможете, как говорится, посмотреть наши видео. Поэтому очень рекомендую все равно подписаться непосредственно все равно на телеграм-канал, как на вот это вот ядро, от которого, собственно говоря, потом исходят и все информационные потоки по всем площадкам и так далее. Здесь вы, по крайней мере, всегда сможете узнать все анонсы, где, какие изменения, что мы и так далее, да, по крайней мере, как говорится, всегда найдете. Поэтому ссылка есть всегда в описании любого видео. Если оно вам доступно, если недоступно, переходите на тот же Дзен, там тоже есть ссылки на телеграм-канал и тоже можете, соответственно, также туда перейти. Также напоминаю, что непосредственно в канале у нас выходит вся самая необходимая информация. Мы непосредственно, когда была вот эта ситуация с Курской областью, да, все так же подробнейшим образом ввели эту ситуацию, выкладывали всю информацию, давали комментарии по поводу того, что мы ожидаем, ситуации с валютой и так далее. Поэтому, если вы хотите во всем этом все-таки, как говорится, быть в курсе дела, то тоже рекомендую все-таки быть на телеграм-канале. Также напоминаю, что у нас есть услуга персонального сопровождения. Она сейчас у нас, конечно, очень далеко. Мы очень много выкладывали информации за это время. Вот видите, это все вот мониторилось в тот момент пока. Вот видите, сколько голосовых сообщений, потому что мы все комментируем, все, даем всю аналитику. И, соответственно, в этой ситуации мы, как говорится, постоянно поясняем даже, какие события могут, как говорится, повлиять на ситуацию непосредственно на рынке и, соответственно, на непосредственно валюты. Поэтому, соответственно, вот видите, и Белоруссия там начала, когда выступления, все это мы выкладывали. Удары по Ирану, соответственно, да, Цахал, то, что там, как говорится, заявлял и так далее. Поэтому все мы мониторили, все четко выкладывалось, контролировалось. Вот когда вот эти первые появились режимы КТО там и так далее. Но у нас, как я уже говорил, есть услуга персонального сопровождения. Выходит она, вот это как раз про переброску, как говорится, России вооружения со стороны Ирана. Да, это тоже очень важные моменты. Ну и, как я уже сказал, услуга персонального сопровождения, она у нас выглядит вот таким постом. Далеко он у нас, потому что выходные мы не выкладывали. Мы выкладываем только на будних днях. Поэтому, если захотите найти непосредственно эту услугу, то сегодня уже вечером мы ее выложим. Пост будет выглядеть вот таким вот образом. Услуга персонального сопровождения. Полное описание, что она себя представляет. Поэтому тоже можете переходить, непосредственно ознакомиться. Онлайн-сопровождение, онлайн-обучение там, да, в рамках вот консультации там и так далее. Сопровождение ваших портфелей, позиций. Все это в онлайн-режиме с учетом, естественно, полноценной аналитики, а не каких-то там чертежей, рисунков на графике, да. Вот поэтому тоже можете переходить и, собственно говоря, воспользоваться этой услугой, подав заявку. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно живой чат. В нем каждый раз приходит все больше новых, как говорится, подписчиков. Соответственно, все выступают друг с другом, как говорится, помогая там и размещая какую-то информацию и какую-то там статистику, аналитику, свои какие-то прогнозы. Друг другу помогают, поэтому тоже можете, как говорится, присоединяться. Я думаю, вам это будет тоже очень полезно. Также напоминаю, что у нас, естественно, будем, пока есть хоть какая-то возможность, продолжать, потому что мы знаем, что нас многие смотрят за границей, не в России, да, а непосредственно выкладывать YouTube-ролики сюда и стараться, соответственно, чтобы у вас была возможность за нами следить. Но еще раз говорю, не забывайте, что все-таки те, кто особенно все-таки испытывает проблемы, например, в России с YouTube, да, есть альтернативные площадки, прежде всего у Дзен, можете туда переходить, подписываться и также будете видеть все эти ролики и, соответственно, также сможете, как говорится, за нами дальше понаблюдать, да. Здесь мы, конечно же, будем продолжать обязательно выкладывать все эти видеообзоры, непосредственно пока дает возможность YouTube, каждый день разбирая, естественно, наши календари, как я уже сказал, мы всегда все события абсолютно всегда мониторим, всегда смотрим, как и каким образом они и куда могут повлиять, поэтому, естественно, даже если те события, которые у нас в календаре не находятся, но возникают по мере, так сказать, течения ситуации, мы сразу выкладываем в тот же Telegram канал, потому что там в онлайн режиме постоянно мы все это, как говорится, несем повестку эту всю, чтобы все понимали, что происходит, как все время отслеживаем эти все события и, естественно, когда делаем обзор, уже их учитываем. Как говорится, ну, если хотите быть, как говорится, впереди, то, конечно, в Telegram канале вы об этом узнаете быстрее, но видео мы обязательно об этом упоминаем, поэтому каждый день, снимая эти ролики, каждый день разбирая все эти события, новости, календари, Двигаемся, естественно, мы к пятнице. В пятницу, господа, мы подводим итоги. Очень будет непростая неделя, сразу говорю. Как я уже сказал, подводить итоги будет много чем. И ситуация с Курской областью, какие-то будут уже понимание, что там будет дальше, продвигается, не продвигается, и есть ли еще попытки. Ну, я в общем уверен, что после этой ситуации, конечно, теперь все границы будут укрепляться, все. Это требует, естественно, больше контингента. И мы понимаем, что, конечно, теперь веры никакой нет. Есть террористическое государство, оно уже теперь просто не является никакой страной, никаким государством, является конкретно террористом, и с ним, соответственно, уже будут проводиться контртеррористические действия. Ну, а конкретно с НАТО война, конкретно с НАТО война, и вариантов тут нету. Вопрос, как говорится, как они будут дальше действовать. Вот они сейчас посмотрят, как провалился у них или не провалился вот этот план, и дальше, соответственно, будут предприниматься следующие действия. Не забываем, что и в 16-е все это еще продолжает перебрасываться, так что впереди события нас ждут серьезные. Поэтому, естественно, будем смотреть, сейчас и как Белоруссия в итоге вступит, как говорится, начнется, например, со стороны, как говорится, киевской части какие-то действия, и вступит ли Белоруссия в реальные боевые действия. Тоже за этим будем наблюдать. Все это на этой неделе, которая наступает, естественно, все эти события могут произойти. Ну и, как я уже сказал, естественно, вся ситуация с непосредственно американской статистикой, прежде всего инфляция, еще раз говорю, для России у нас, господа, практически ничего особо нету. Никакой статистики, никаких важных событий, кроме как, вот если будет заявление президента, там, да, по большому счету нет. Ну, вот Заботкин тоже дал вот эти словесные интервенции по поводу повышения ставок. Тоже важный момент, российский рынок на этом отреагирует негативно, с большой вероятностью, что в понедельник пойдем вниз. Тоже надо этот момент учитывать. Вот, но это все мы уже будем разбирать на другом канале, как бы, когда будем разбирать ситуацию с рынком. Вот, поэтому, собственно говоря, естественно, в пятницу будет что подвести итоги. Очень важно, посмотрим, как будет реагировать доллар, есть ли рецессия, есть ли инфляция. Все это, безусловно, разберем и дальше двигаемся к воскресеньям. В воскресенье, господа, обзор в следующей неделе. Там будет также подробнейшим образом будет, естественно, новый календарь. Также будем разбирать все, что происходило и в пятницу, и, соответственно, в субботу-воскресенье, потому что за субботу-воскресенье, как я уже говорил, за выходные происходят, как правило, самые важнейшие события, которые могут происходить вне торговых сессий для того, чтобы не оказать влияния на рынок. И вы видите, в эти выходные мы опять оказались, как всегда, правы. Всегда происходят вот эти события, и вот курская ситуация, она как раз начала развиваться под выходные. В итоге выходные, как говорится, развилась окончательно. Поэтому, естественно, за этим всем следим. Иран-Израильский конфликт, безусловно, в центре фокуса внимания тоже, никуда он не делся, и все это впереди. И вот, как говорится, серьезность в итоге этого ответа, а самое главное, перейдет ли это в прямое, как говорится, противостояние, это тоже огромное имеет значение, сколько членов, как говорится, стран, которые там находятся, могут тоже в это втянуться. Та же Турция, как говорится, Ливан и так далее. Все это очень имеет большое значение, поэтому за этим тоже будем внимательно следить. И уже вот исходя из этого, господа, да, уже непосредственно понимая, что было на прошлой неделе, понимая, что произойдет за субботу и воскресенье, и, соответственно, какой у нас ждет уже повестка непосредственно в виде наших календарей на следующую неделю, вот исходя из этого, мы уже будем тогда делать реальный прогноз. Еще раз говорю, ни гадания, ни предсказания, ни рисования вот этих 99% YouTube, Telegram каналов, да, которые только рисуют графички и все время там пытаются какую-то, некоторые, какие-нибудь информации с каких-нибудь сайтов привязать к своим рисункам вот этим, да, которые абсолютно пустые, ничего они на самом деле не дают и не показывают. Но как бы продолжается вся эта тема. Мы, естественно, этой херней не занимаемся. Несмотря на то, что у нас достаточно всякой технической базы, алгоритмов там проверки и так далее, мы все равно никогда не даем прогнозы на технике. Технику мы только можем визуализировать, какие-то движения или там ожидания, да, какие-то там диапазоны, но не более того. Всегда прогноз, анализ идет только на фундаментале и на просто глобально многофакторном анализе. Поэтому, естественно, все, что мы говорим, мы всегда можем подтвердить, всегда можем привести доказательства, аргументы, факты и всегда никогда не бываем голословными, да. Поэтому, естественно, господа, если хотите во всем этом разбираться, если хотите понимать, как, каким образом мы выстраиваем этот анализ, как мы даем эти прогнозы, которые максимально пытаются, естественно, приблизиться к реальному, но мы никогда не находимся, как говорится, вот в этом заблуждении, что мы там что-то можем нарисовать и цена пойдет туда. И мы прекрасно понимаем, что мы можем оказаться неправыми, что мы не можем спорить с Центробанком и Минфином, да, что именно они будут устанавливать курс. Мы можем только действовать, глядя на то, что делают они и понимая, в каких условиях они работают. И понимая все это, мы уже можем, как говорится, пытаться спрогнозировать их действия. И вот тогда наши прогнозы становятся очень близки к реальности. И если, господа, хотите во всем этом разбираться, понимать непосредственно, как это все происходит, что на что влияет, каким образом работает, подписывайтесь на нас, следите и будьте в курсе.